Не согласны с суммами в платежках. Жильцы дома по улице Первомайской возмущены действиями управляющей компании и хотят добиться справедливости начислений. Ответственное решение. Глава региона должен наделить полномочиями нового члена Совета Федерации, представителя администрации Нинецкого округа. Подготовка к сезону. Департамент природных ресурсов, экология ПК Нинецкого округа начинает выдачу разрешений на весеннюю охоту. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Депутаты Госдумы предложили внести изменения в ЖК России, которые предусматривают необходимость прописать в нем меры социальной поддержки граждан по компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как говорится в итоговом документе, поправки предполагают создание структуры компенсации расходов по оплате ЖКУ. По итогам совещания в Госдуме в целом будут внесены три инициативы. Помимо предложения о бонификации компенсации расходов на ЖКУ, речь идет о изменениях, касающихся оплаты общедомовых нужд, порядок расчета которых предлагается установить, исходя из показаний приборов учета, но не более нормативов потребления ресурсов в целях содержания общего имущества. Кроме этого, парламентарии предлагают отказаться от требования, согласно которому граждане, претендующие на получение компенсации расходов на ЖКУ, должны предоставлять документы, подтверждающие правовые основания отнесения проживающих к заявителям лиц членам его семьи. По словам депутатов, граждане, проживающие в одном жилом помещении и имеющие совокупный доход, в котором максимально допустимая доля расходов на оплату ЖКУ превышает 22%, должны иметь право на государственную поддержку, независимо от того, являются ли они членами одной семьи или нет. С 1 января 2017 года в связи с введением новой системы расчетов общедомовых нужд, у жильцов многоквартирных домов резко выросли суммы в платежках. Так, например, в Оренбургской области сумма платежа за электроэнергию увеличилась более чем в пять раз. И это еще не самый высокий показатель. В Общероссийский народный фронт каждый день поступают многочисленные обращения граждан. Обратились за помощью к активистам ОНФ в Ненинском округе и жильцы дома по улице Первомайской. В проблеме жильцов попыталась разобраться и наша съемочная группа. Ежемесячно на горячую воду, на холодную воду уходит по 17 кубов воды. То есть в целом 34 метра кубических воды у нас уходит на общедомовые нужды. При этом техничка берет воду с системой отопления. Нам просто непонятно, куда уходит эта вода. Или она испаряется, или какие-то утечки. Но какие могут быть утечки, если у нас вот котельная в соседнем доме. Куда утекло столько воды, а вместе с ней уплыло и собственных денег, волнует не только Людмилу Мысову, но и всех жильцов дома номер 32 по улице Первомайской. Последней каплей в этой мутной истории стала полученная за март квитанция. Количество общей потребленной воды в ней осталось таким же высоким, как и за предыдущие месяцы. Мы обращались и в управляющую компанию, и в госстройжилнадзор, и в управление по ценам писали. Там у нас тоже другие вопросы были параллельны. И в администрацию города, и в прокуратуру. Но мы ответа внятного не получили. Чтобы наконец получить четкий ответ, жильцы дома обратились к представителям Народного фронта. Больной вопрос обсудили с представителями прокуратуры, жилищного надзора и ресурсных организаций на заседании рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни». Мы хотим как-то все-таки здесь найти пути решения выхода из данной ситуации, потому что действительно обращений очень много. И если даже это как-то законно, чтобы жителям пояснили соответствующие органы власти, которые формировали данные нормативы. Эти нормативы, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, разрабатывают сами регионы. В нашем округе они утверждены постановлением окружной администрации от 17 августа 2012 года. С этого года, согласно Жилищному кодексу России, размер расходов граждан по содержанию общего имущества в многоквартирном доме не может быть выше установленных нормативов. Как пояснили нам в Госинспекции строительного и жилищного надзора НАУ, сделано это было из-за того, что граждане часто жаловались на управляющие компании, которые бесконтрольно использовали ресурсы дома. Такие нарушения, к сожалению, бывают. И в связи с этим у нас система начисления платы за коммунальные услуги, она с этого года немножко изменилась. Чтобы жителям не было начислений выше, чем норматив определенный. В этой части закон жителей защитил тем, чтобы они не оплачили услуги тех недобросовестных жильцов, которые что-то не передают показания. При этом жилищный кодекс дает управляющим организациям право выставлять жителям платеж за общедомовые нужды не по приборам учета, а по нормативу потребления коммунальных услуг. Так происходит в том случае, если в договоре между жильцами и управляющей компанией не прописано условие о взимании платы по фактическому потреблению воды, электричества и водоотведения. Происходит и так, что порой жители просто не имеют доступа к общедомовым счетчикам, как жильцы дома по улице Первомайской. И поэтому они не могут проверить правильность своих предположений относительно потребленных ресурсов на ОДН. Вот почему в квитанциях за этот год у многих жителей округа сумма за общедомовые нужды существенно выросла по сравнению с прошлогодней, рассчитанной по счетчикам. Ведь норматив потребления установлен достаточно высокий. Именно по этим нормативам управляющая компания «Дренмарстрой», которая относится к дому по улице Первомайской, и была начислена оплата. Тариф утвержден администрацией города, рассчитан по нормативам, которые утверждены от 1 ноября 2016 года. То есть это постановление правительства за номером 1498 от 26 декабря 2016 года. Есть общая площадь нежилая и жилая. По формуле, то есть существует формула места общего пользования квадратных. Умножается на стоимость и умножается на цену до одного квадратного метра. Это все делится на квадраты общей и живой площади. И отсюда получается тариф. На каждом доме тариф разный. То есть где-то может быть площади очень много, где-то площади нет общей. Кстати, сама управляющая компания с ресурсоснабжающими организациями будет рассчитываться в соответствии с показаниями общедомовых счетчиков. От таких нововведений и нестыковок в законах, как оказалось, простые граждане страдают по всей России. Вот и у жильцов дома номер 32 по улице Первомайской сложилась ситуация, когда фактическое потребление коммунальных ресурсов для общедомовых нужд оказалось ниже норматива, а платить пришлось все равно по максимуму. До 22 апреля текущего года губернатор Ниницкого автономного округа Игорь Кошин должен принять решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации, представителя от администрации Ниницкого округа. Ответственное решение будет принято главу региона с учетом мнений жителей округа. В официальной группе Ниницкого округа в социальной сети ВКонтакте запустили опрос общественного мнения. Жители НАУ спрашивают, кто, по их мнению, должен представлять интересы жителей НАУ Совета Федерации. Среди предложенных вариантов, ответов – человек, знающий специфику региона, представитель КМНС, уроженец НАУ и человек, имеющий опыт работы в федеральных структурах. Напомню, голосование идет ВКонтакте в официальной группе администрации Ниницкий автономный округ. Департамент природных ресурсов «Экология ПК Ниницкого округа» начинает выдачу разрешений на весеннюю охоту. Постановление окружной администрации, устанавливающее ограничения в период весенней охоты 2017 года, опубликовано накануне на региональном портале правовой информации. Охотники смогут подать заявление лично, заказным письмом или через портал госуслуг. Как отмечают в профильном окружном департаменте, данный способ наиболее актуален для жителей сельских поселений и иногородних граждан. Традиционными территориями для разрешенной весенней охоты в НАУ являются три участка угодий – западный, центральный и восточный. Для удобства жителей Ниницкого округа сезон охоты на каждом из них стартует накануне выходных, по пятницам. На западном участке охота будет разрешена с 12 по 21 мая, центральным с 19 по 28 мая, восточным с 26 мая по 4 июня. Каждый охотник за весь период сможет добыть по 20 гусей, казарок и 20 селезней. В минувшем сезоне департамент выдал более трех тысяч документов. Медфуд открыл двери пищеблока. Представители аутсорсинговой компании показали обновленные производственные помещения. На смену бумажному хаосу идет электронный документооборот. Россельхознадзор разработал новую государственную информационную систему «Меркурий», в рамках которой вся ветеринарная сертификация будет осуществляться в электронном виде. Нововведение касается и всех сельхозтоваропроизводителей региона, а также перевозчиков продукции животного происхождения, к которой относятся рыба, мясо, молоко, мед, сыр и прочая продукция. Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным с 1 января 2018 года. До 1 января 2018 года у хозяйствующих субъектов еще есть возможность оформлять документы в бумажном виде. Однако начать пользоваться электронной системой можно уже сегодня, отметил главный ветеринарный инспектор НАУ Александр Антонов. Ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде уже оформляют в Горпо и СПК ЕРФ. «Этому относятся наши сельхозтоваропроизводители, все СПК, семейно-родовые общины. Это мясокомбинат, переработчики, ООВИТО. Это занимается что мясной переработкой, что молочной переработкой. Это все перевозчики. Задача хозяйствующих субъектов – нам подавать заявки в электронном виде. Документ будем выписывать уже в ветеринарной службе. С 1 января это будет обязательное условие». По задумке Россельхознадзора, государственная информационная система «Меркурий», во-первых, позволит уменьшить бюрократизм и упростить получение документов. Сельхозтоваропроизводителям, перевозчикам и продавцам больше не придется простаивать в очередях и возиться с бумагой. Достаточно будет иметь номер сертификата, по которому можно проверить, что за продукты перевозятся и каково их происхождение. Во-вторых, электронная сертификация станет гарантией безопасности пищевой продукции. Система исключит подделку сертификатов и проникновение на рынок нелегальной продукции. «Меркурий» позволит отследить информацию о дате и месте происхождения сырья в заводе-производителе, сроках годности, основных характеристиках товара, о том, где в данный момент реализуется каждый конкретный продукт. Это главное преимущество системы, но пока ее внедрение в регионе идет с некоторыми проблемами. «Например, это работа аэропорта. На данный момент они не принимают ветеринарные сопроводительные документы, оформленные в этой системе на перевозку грузов. Хотя в остальных регионах таких проблем нет». Еще одна проблема – отсутствие в реестре получателей продукции, которые могут находиться и за пределами региона. Это тоже усложняет работу ветстанции, как и в случае с аэропортом на Ринмар. Из-за этого специалистам приходится снова оформлять документы, но уже в бумажном варианте. Поэтому специалисты ветстанции напоминают всем участникам оборота товаров сельхозпроизводства о том, что электронная сертификация станет обязательной с 1 января 2018 года. День открытых дверей на пищеблоке Медфуда. После ремонта производственное помещение комбината питания заметно преобразились. В этом лично убедились представители окружной больницы, департаменты здравоохранения, депутаты и другие заинтересованные лица. Подробнее расскажет Ирина Нежалова. На этом стенде находятся фотографии, рассказывающие о том, как выглядел пищеблок до реконструкции. Фотографии позволяют делегации получить представление о том, как изменились производственные помещения комбината питания после ремонта. Гендиректор московской компании Медфуд проводит экскурсию по пищеблоку и рассказывает о нововведениях. В данное время мы попали в тот процесс, когда происходит формирование индивидуальной операционной системы для доставки в лечебные учреждения, как этой больницы, так и еще двух лечебных учреждений, которые вы знаете. Причем отличие как раз от того, что предлагают другие организации, мы делаем возможность пациенту получать, не то, что раньше было там, да, посуду, что-то положили отдельно для каждого, а для каждого пациента будет доставлено питание именно по его диете, именно под его, можно сказать, заказ, именно для него. То есть третьи лица, четвертые, пятые, к его порции никогда не прикоснутся. По словам Станислава Михалева, каждое учреждение, находящееся на аутсорсинге, оставляет за собой право выбора доставки продуктов питания. В топ-диспансер и дом престарелых еду привозят, как и прежде, в специальных тормозах. Пациентам окружной больницы пищу доставляют в ланчбоксах. Ничего не остается в отделении, не приходится там тем же самораздачным, которые занимались раньше мытьем этой посуды, этим заниматься не приходится теперь. То есть они накормили своих пациентов, сложили обратно, уже использовали ланчбоксы, обратно в термотележку, и термотележка, вы сейчас по кругу пройдете, приезжаете сюда, обратно. В Наринмаре комбинат питания готовит пищу почти для 400 человек, но масштабы могут быть и больше. По словам гендиректора компании, площадь пищеблока позволяет организовать питание для 1200 человек. Не для того, наверное, будет собраны сегодня люди, чтобы показать, какие-то работы были выполнены, а показать новый способ представления лечебного питания на территории вашего округа. До больного теперь не будут никакие доходить ведра, где раскладывается, ну не знаю, не буду говорить, что было до этого, не знаю, что и в каких количествах тарелки пациенту. То есть пациент будет получать именно то, что он должен получить. То есть весь процесс приготовления и формирования его рациона происходит на нашем предприятии. И, соответственно, то, что мы сделаем здесь, доходит только до пациента, минуя всех лиц, которые раньше были к этому сопряжены. Это раздачица, это формирование тех тарелок буфетчицами, которые были раньше. Теперь пациент будет получать то, что приготовлено здесь. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал СВИК. В Ненецком округе состоялось первое заседание Организационного комитета при губернаторе округа по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которую вся страна будет праздновать 9 мая 2020 года. Губернатор округа Игорь Кошин призвал всех отнестись к организации празднования со всей ответственностью и уделить особое внимание ветеранам, вдовам, труженикам тыла и детям войны. Ни в коем случае не должно быть у нас формального подхода. И максимум внимания мы должны уделить ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла, детям войны. Муниципальные власти, у нас здесь присутствуют и глава Заполярного района, и мэр города Наримара, я попрошу уделить максимальное внимание всем памятникам, по максимуму привести их в порядок, на территории каждого поселения создать такую хорошую, торжественную атмосферу праздника. Атмосферу праздника должна создать истина памяти, которую планируют воздвигнуть в центре города, на Аллее Славы к 2020 году, к 75-летию Великой Победы. В заседании рабочей группы, которая состоялась накануне, было принято решение реализовывать проект поэтапно. Первым этапом будет создание группы людей, трех-четырех человек, которые займутся сверкой и обобщением имен участников Великой Отечественной войны. Вторым этапом подразумевается создание интернет-ресурса, стеной памяти и регулярная актуализация информации на данном ресурсе. Установка информационного сенсорного экрана в Ненецком Кровеческом музее информатики книги, где каждый мог бы уточнить информацию, найти и откорректировать ее с помощью сотрудников рабочей группы, которая находится. Также проведение открытого конкурса на лучший эскиз экспозиционной группы с учетом реконструкции памятника Великой Победы и подготовка ходатайства о выделении средств. Кроме того, будет создана рабочая группа по обновлению памятников как в городе, так и в населенных пунктах округа, которые нуждаются либо в косметическом, либо в капитальном ремонте. Вместе с тем регион примет активное участие во всероссийских акциях, таких как «Письмо памяти», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Бессмертный полк». Также планируется провести более ста мероприятий, посвященных разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В библиотеках проводят книжные выставки, часы мужества, беседы, исторические экскурсы, слайд-программы, викторина и так далее. Ненецкая центральная библиотека Мембичкова в ноябре 2017 года планирует ждать рекомендательный список материалов «Сталинградская битва, как это было», имеющихся в фонде библиотеки. В образовательных организациях состоятся конкурсы с чтецов рисунков, виртуальные экскурсии, просмотры художественных фильмов о битве за Сталинград, литературно-музыкальные композиции, классные часы, уроки мужества. Напомню, 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне вся страна будет отмечать 9 мая 2020 года. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова